МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения и ваша информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. Когда мы едины, мы непобедимы, как отмечали День народного единства. Сносить нельзя, ремонтировать, как дом перешел из одной целевой программы в другую. В честь преподобного чудотворца, как назовут вторую улицу. Народные гуляния, концерты, праздничные шествия и митинги по всей стране. От Камчатки до Калининграда. День народного единства страна отмечала в 11-й раз. И россияне все реже задаются вопросом, что празднуем, почему выбрана эта дата. Новый праздник был утвержден федеральным законом, который Владимир Путин подписал в 2004 году. Первое время жители страны путались. Когда День народного единства отмечали в первый раз, опрос показал. Более 30% наших сограждан назвали его Днем согласия и примирения. День народного единства собрались отмечать всего 8% респондентов. Сейчас все больше россиян знают не только название праздника, но и его суть. Это День народного единства, когда Минин и Пожарские объединили народ на ополчение и изгнали поляков из Москвы. Можно собраться все вместе, когда все едины, когда все радостные, веселые. А черной праздник? Хороший, добрый. Минин и Пожарские выгнали из Москвы, из России польских захватчиков. Именно этот момент стал, наверное, одним из самых важных моментов в истории России. В истории, получается, той России и современной России тоже. Россиянам что пожелаете? Пожелаю, конечно, удачи, процветания, здоровья и чтобы зарплаты были большие. Освобождение России от смуты, от портия литовских захватчиков. Я думаю, что народ всегда может объединиться, когда такие наступают времена, бывают и сли. Я уверен, что Россия за себя всегда постоит. До Октябрьской революции 4 ноября отмечали как День Благодарности Пресвятой Богородице за помощь в освобождении России от поляков. Так постановил царь Алексей Михайлович Романов, сын Михаила Романова, которого на царство не избрал Земский собор после победы над интервентами. Таким образом, День народного единства – праздник не новый. Тем не менее, в нынешнем значении мы отмечаем его с 2005 года. По всей стране сегодня проходят митинги. Столицы Чувашии вы начали с минуты молчания в памяти погибших в страшной авиакатастрофе в Египте. Главный символ сегодня, конечно, российский флаг. Сотни национальностей, языков, культур – одна страна и общая история, в которой было немало моментов, когда выжить и сохранить государственность можно было только объединившись. Все мы разные, но невзирая на национальность, вероисповедание, именно сегодня, в этот день, в праздник народного единства, мы становимся членами одной семьи, гражданами одной страны, страны великой, у которой великое прошлое, светлое и большое будущее. Ветеранам Великой Отечественной войны мы еще можем сказать спасибо. А лучшая благодарность героям 1612 года и всех последующих войн, когда приходилось защищать целостность страны, благодарная память. Ситуация на Украине и политическая обстановка в мире показывают, как опасно забывать уроки истории. Когда отдельные страны, американцы, отдельные страны Евросоюза, предъявляют нам определенные санкции, они хотят дестабилизировать ситуации внутри нашей любимой страны, конечно, мы на это должны реагировать. При соединении Крыма, Севастополя дали другие дополнительные силы, народ стал как одна семья, российский народ, русский народ, многонациональный. Когда нужно было стоять за нашу страну, стояли, погибали, умирали, ради того, чтобы жили наши дети лучше, чем мы сами. И всегда так будет. Мы будем всегда непобедимы. Делегация из Чувашии приняла участие в многотысячном шествии, посвященном Дню Народного Единства. Масштабная акция состоялась накануне в Москве. По центральным улицам столицы с флагами и транспарантами прошли лидеры политических партий, представители общественных организаций и артисты. К праздничной колонии присоединились и мои коллеги. Подробности в следующем материале. Цыганские танцы. И задорные чувашские песни, от которых невозможно было устоять на месте. В этот день центральные улицы Москвы стали одной большой концертной площадкой. Сюда приехали народные коллективы со всех уголков страны. На обычно загруженные автомобилями Тверской яблоку негде упасть. Количество участников многонационального шествия превысило 90 тысяч человек. Сегодня мы по-настоящему объединились и мы едины. Посмотрите, все улыбаются, все дружны, всем на душе хорошо. И самое интересное, самое главное, что мы все за Россию. Так же, как и цыгане, так же, как и много здесь национальностей. Это наша огромная сила. Россия очень большая многонациональная страна. И огромное спасибо за вашу республику и за вашу культуру, которую вы сегодня представили. 4 ноября день народного единства имеет особое значение для России. Потому что Россия многонациональное государство и чувашский народ вместе со всеми здесь. Мимо здания Московской мэрии, Манежной площади, Госдумы и Большого театра. Колонна с флагами, шарами и плакатами преодолела по центральным улицам более пяти километров. Когда мы едины, страна непобедима, говорят участники праздника. Вот так культура объединяет народы. На театральной площади под чувашские песни чеченские артисты танцуют лезгинку. В день народного единства в Москву приехали более 200 чувашских артистов. Народные коллективы пользовались большой популярностью у жителей столицы. С чувашскими флагами по Тверской прошли и уроженцы республики, которые сейчас проживают в Москве. Очень сегодня важно день солидарности, день единения всех народов нашей многонациональной родины, показать истинную ее сущность. Я родился, вырос в Чувашии и сегодня имею честь вместе со всем чувашским народом идти по Тверской. Знаете, сколько людей, какая колонна сумасшедшая, но вот чувашская делегация одна из самых колоритных и веселых. И это хорошо. О любви к родине в этот день пели и знаменитые на всю страну артисты. Праздник завершился грандиозным концертом. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика, из Москвы. 4 ноября в Чебоксарах состоялся и второй республиканский фестиваль национальных культур. Единая семья народов России. Край многоликий, край многогранный. Все это о Чувашии. Увидеть многообразие национальных культур и традиций можно здесь, в театре оперы и балета. Единая семья народов России. Так называется фестиваль, который проходит в Чебоксарах уже во второй раз. Самобытность, история, колорит. Все смешалось в едином калейдоскопе. Татары и мордва, морийцы и азербайджанцы. Национальностей, которые населят Чувашию, десятки. В День народного единства все они собрались на свой фестиваль. В экспозициях представлены народные костюмы, ремесла и даже кухня. Что такое каймак, шортан и патыр? Можно не только узнать, но и попробовать. Кроме этого, каждый коллектив-участник фестиваля привез в Чебоксары большую программу. Именно в этот праздник, вот сюда, в это место сегодня съехались те люди, которым дорого. Ихняя культура, ихние традиции, которые не забывают свои корни. Очень много народа проживает в нашей республике. И мы этим гордимся, что мы, мордва, живем в Чувашской республике. И сохраняем наши традиции и не забываем чувашские традиции. В этом году в фестивале принимает участие более тысячи человек, которые представляют восемь народностей. Всех их объединяет одно, Чувашия стала для них вторым домом. Общаются все они на одном языке, языке искусства. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, толерантность, равноправие и единство – эти понятия всегда актуальны. Они лежат в основе развития гражданского общества. Наша сила в духовном богатстве и единстве многонационального народа. Только доверительные отношения между народами, любовь к нашей великой родине является залогом могущества и процветания России. Огромный вклад в укрепление межэтнических отношений вносят культурные общины. Благодаря совместным усилиям властей республики и национальных центров, в Чувашии в мире и согласии живут представители более ста различных народностей. В День Народного Единства православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери. Считается, что именно она помогала русским воинам в борьбе с наземными захватчиками в 1600-х годах. С нею войско Минина и Пожарского одержало все свои победы. Утро 4 ноября тысячи чебоксарцев и гостей столицы встретили в Веденском соборе за божественной литургией. После этого начался традиционный крестный ход, в котором приняли участие более тысячи человек. Идущие преодолели маршрут в 4 километра. Крестный ход завершился в церкви Рождества Христова, куда и была принесена икона Казанской Божьей Матери. Слава Богу, что Господь нам напоминает через скорби, через нашу жизнь, что мы без Бога ничего сделать не можем. Поэтому и мы, прославляя Божью Матерь, будем и ее просить, чтобы она никогда нас не оставляла своим покровом. Чтобы она нас никогда не оставляла своим покровительством и молитвами. Казанская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых святынь на Руси. В самые трудные минуты и российской истории к Казанской Божьей Матери обращали свои взоры и цари, и бедняки. Во время божественной литургии и крестного хода верующие могли приложиться к ней. По мнению священнослужителей, это избавляет от плохих мыслей. Самое страшное – это наш внутренний враг. Мы знаем все внешнего врага, а вот нас разрушает именно внутренний враг. Поэтому надо нам очень много поработать над своим врагом, над личным мнением. И себя побеждать, работать, как говорится, над собою. Еще один крестный ход по воздуху провели священнослужители Чебоксарско-Чувашской епархии в этот день. Они облетели территорию Чувашия с особо чтимой Ключевской Казанской иконой Божьей Матери. В 17 веке она чудесным образом появилась в Алатаре, возле родника, и спустя годы спасла город от эпидемии. Во время воздушного крестного хода делались остановки в Канашей и Алатаре, чтобы люди могли приложиться к чудотворной иконе. Алена Алтухова, Елена Гальперина, Олег Якимов. Республика. На карте Чебоксар появится новая улица. Она будет носить имя преподобного Сергия Радонежского, святого, монаха-чудотворца и основоположника русского старчества. Соответствующее постановление подписал глава столичной администрации Алексей Ладоков. До революции эта улица называлась Воскресенской. После носила имя первого председателя Чебоксарского совета рабочих и солдатских депутатов Карла Грассиса. А потом снова сменила название на улицу Калинина. Теперь участок дороги, который спускается от Дома Союзов до Красной площади, получит новое имя. Инициаторами переименования стали Чебоксарская епархия и администрация города Чебоксары. Здесь появление нового храма и в честь этого храма улицу, которая соединит этот храм с храмом Воскресенским, с Красной площадью. А дальше продолжение у нас в сторону монастыря Падамби, которое носит название «Дорога к храму». То есть все как бы в одну цепочку складывается и целый комплекс получается. Решили вот этот кусочек улицы назвать, дать имя Сергея Радонежского. Как сообщили столичные власти, по этой улице строится новый микрорайон Воскресенский. Поэтому особых проблем и больших затрат при переименовании не возникнет. Новые дома получит и новый адрес. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Жители дома номер 57 по улице Богдана Хмельницкого добились того, что их дом будут сносить, а не ремонтировать. На сегодняшний день это единственный дом, который из программы капитального ремонта перешел в программу переселения из аварийного жилищного фонда. Вера Берендеева живет в доме с самого рождения. Слухи о том, что всю Богданку скоро снесут, ходили, когда она была еще девчонкой. Сейчас у женщины уже внуки, а дом до сих пор стоит. Тут потолок обваливался уже, там все трещины идут, рамы все гнилые не открыть, боимся рамы открывать. И вообще, какой может быть капитальный ремонт, если уже дом в аварийном состоянии за столько лет? В последний раз капитальный ремонт двухэтажного дома проводился в конце 88-го года. С тех пор жильцы сами следят за зданием и прекрасно знают, в каком оно состоянии. Поэтому с решением включить его в программу капремонта они согласились категорически. Жаловались во все инстанции и добились своего. Дом 58-го года, он был в программе капитального ремонта 14-го года. По итогу экспертизы, технической экспертизы, дом признан аварийным на сегодняшний день. И жильцы будут в соответствующем порядке переселены. В доме только холодная вода. Установить бойлеры невозможно. Стены деревянные. В подвал затекает вода, из-за этого в помещениях сырый плесень. А осенний ветер беспрепятственно задувает в щели окон. В этом году заканчивается первый этап переселения из аварийного жилья по улицам Хмельницкого. А дом под номером 57 отнесли к третьему этапу. Работа начинается по определению сроков переселения. И это же все связано и с застройщиками. Не только определить дом аварийным, правильно? Надо определить, в какой район, куда, по каким площадям жильцов переселить. В 2016 году начинается только второй этап. А это значит, что жильцам придется набраться терпения. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. В администрации города Чебоксары собрались руководители заведений общественного питания. Тема встречи – качество обслуживания. Не секрет, что на фоне кризиса люди реже ходят в кафе и рестораны. На носу новогодние корпоративы. А это значит, что совсем скоро в самых популярных заведениях общественного питания Чувашии яблоку негде будет упасть. Санитарные нормы, пожарная безопасность, наличие эвакуационных выходов. На все это стоит обратить внимание руководителей предприятий общепита. Сейчас мы ведем речь именно об общественном питании. От слова «общество». И вы готовите не для себя, а готовите для нашего общества. То есть, значит, вы опять должны руководствоваться ГОСТами, САНПИНами, какими-то нормативными документами. После нашумевшего визита программы «Ревизорами» на эконом развития Чувашии советуют следовать примеру Лены Летучей и также тщательно проверять свои заведения. А молодожному правительству Чувашии предложили создать движение по проверке кафе, ресторанов и прочих заведений. В предприятиях общественного питания не во всех еще внедрена система управления качеством ХАСП. И я хотела сегодня вам напомнить о том, что с 15 февраля 2015 года внедрение системы управления качеством ХАСП является обязательным условием для всех организаций общественного питания. Если в предприятиях общественного питания не внедрена эта система, то руководитель привлекается к административной ответственности. Кроме того, с 1 января этого года вступил в силу новый ГОСТ для системы общественного питания. Виды предприятий общепита, классы обслуживания, ассортимент блюд, минимальные требования к внутреннему устройству метражу, наличию санитарных комнат. Все это учтено в новых стандартах. ГОСТы, принявшие на территорию Российской Федерации, обязательны для исполнения. И поэтому их надо соблюдать. И те критерии, которые прописываются в ГОСТах, это и в отношении требований к персоналу, терминное определение, классификация предприятия, а также методы и формы обслуживания. Они обязательны для исполнения. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева и Сергей Рябчиков, Республика. Это все новости. Впереди интересная информация для вас и ваших детей. А я прощаюсь до завтра. Всего доброго. Волк и Заяц из «Ну погоди», Том и Джерри, Кот Леопольд, Смешарики и многие другие герои любимых мультфильмов встречают гостей у самого порога. Создается ощущение, будто они и правда живые. Все куклы созданы московскими художниками. Каждая из них сделана вручную. Владислав Гуф рассказал нам о том, как они создаются. На изготовление кукол уходит от месяца до двух, в зависимости, какая кукла. Ну, изготавливаются металлические каркасы, в них внедряются движки. Потом верхняя обработка, заставляют их двигаться, верхняя обработка. Кому надо, шьют костюмы. И потом уже собирается полностью композиция. По словам Владислава Гуфа, экспонаты, представленные на выставке, создавались полтора года. И уже пять лет они путешествуют по всей стране. При изготовлении кукол папа Карло, как называет себя Владислав, прислушивался к детским пожеланиям. Перед тем, как сделать, мы проводили опрос, спрашивали около ста детей, какие бы вы хотели видеть персонажей. Все, что нам отвечали, хотели Смешариков, хотели Леопольда, хотели Симпсонов, хотели Человека-паука. Все, что мы хотели дети видеть, мы сделали. Детям и взрослым скучать здесь точно не придется. На выставке можно свободно фотографироваться с любым из персонажей, либо заказать профессиональную съемку. В интерактивной зоне можно строить дома из лего, собирать пазлы, играть в пятнашки, загадать желание у волшебного шара, узнать, что в себе таит бесполезная штука, а еще сделать копию любимого персонажа себе на память в зоне рисования. Мне больше всего понравились Симпсоны, потому что, когда я их увидела, я подумала, что они живые. Я думаю, что на этой выставке будет интересно каждому, и маленьким детишкам, и чуть постарше, и даже их родителям. Мне здесь все понравилось. Здесь собраны все мои любимые герои. Но удивительно, почему они сами двигаются, как будто бы живые. Знакомые герои, веселая музыка, разноцветные огни и море положительных эмоций – это то, что нужно всем нам в хмурые осенние дни. Выставка «Веселые музыки» работает без перерыва и выходных с 10 до 19 часов. Посетить выставку можно по адресу Бульвар купца Ефремова, 10. Торопитесь, выставка продлится до 29 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова